Поздняя осень, конец октября. На улице делать, можно сказать, нечего. Поэтому принято решение готовиться к зиме дома. Некоторые считают, что жалюзи это исключительно офисный вариант оформления квартиры. Может быть, но мне нравится, что лоджия, балкон и другие комнаты имеют некую степень затенения. Особенно это актуально летом. Так вот, когда окошки на микропроветрении стоят, то жалюзи часто очень сильно загрязняются. Ну, я не считаю это проблемой, потому что два раза в год я эти жалюзи мою. Времени у меня немного уходит на всю эту процедуру. Поэтому и не считаю это заморочкой. Метод съема жалюзей следующий. Либо отгибаются вот эти вот язычки. Либо сдвигается в сторону заглушка. И вынимаются жалюзи. Итак, вот жалюзи в состоянии близком к закрытому. Попытаюсь продемонстрировать степень загрязнения за даже меньше, чем полгода. С весны. Ужас. Просто ужас. Чем мы дышим. Тащим все это в ванную. На лейке включаем режим самый мощный, пускай он и малоструйный, порядка трех или пяти струек, но зато на полной мощности. Переворачиваю. 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 И ту же процедуру с этой стороны. Наклонили по диагональке. Немножко подрезали. И идем вешать обратно. Так, тестим степень смытия. Ничего критичного. Ну вот, собственно, и все. Можно вешать. Дело сделано. Из практики поделюсь, что и щеткой я пробовала мыть, и потом тряпочками тут размывать. И, что самое интересное, в интернете есть различные девайсы для мытья жалюс, даже без заснятия. Но я не думаю, что пять минут на одну такую панельку жалюзи это слишком много. Тем более, результат есть, заморочек минимум. Сушиться будет сразу на месте. Чуть подсохнет, потом протру замшевой тряпочкой. Все, салют.